Девушки отдыхают Кругозор и логика. Вот что поможет двоим участникам в битве против своего оппонента. Команда эрудитов может надеяться только на свои знания и интеллектуальную взаимопомощь, потому что они не знают, какая тема игры их ждет сегодня. Дарья и Виталий сегодня играют заодно. Напротив наш приглашенный гость, эксперт, который уже знает тему и у него была возможность подготовиться. Кому сегодня повезет, кто вырвет пальму первенства «Решит игра»? Отвечай на вопросы вместе с нами и проверь свой уровень знаний. Всем привет! Привет, привет! Давайте представимся, несмотря на то, что все уже, возможно, выучили ваши имена, я надеюсь на это, но тем не менее. Меня зовут Дарья, и я сегодня играю в команде Эрудит. Меня зовут Виталий, и я заодно с Дарей. Меня зовут Настасья, и я сегодня веду эту игру «Моя игра, мои правила», и у нас сегодня есть приглашенный эксперт, гость Стас Спасский. Всем привет! Да, Настасья, ты, конечно, навесил на меня ответственность, эксперт. Да, я знал тему, да, я что-то даже посмотрел по этому поводу, но называть меня экспертом в этом отношении, ну это прям, ну это сильное допущение. А вот мы и узнаем сегодня, на самом деле. На самом деле так и будет. Ты лукавишь, вижу по глазам, по глазу, по ближнему. Стас, ну если ты не уверен в том, эксперт ли ты в теме нашей сегодняшней игры, расскажи, в чем ты действительно эксперт. Ох, 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 и сейчас вот будет понятно, зря я ходил к психоаналитику все эти годы или нет, смогу ли я признать все свои успехи, которые у меня были на моем пути. Я музыкант, в первую очередь, у меня есть эгоцентричный инди-поп-проект по фамилии Спасский, поэтому эгоцентричный инди-поп. А по-русски пишется Спасский или по-модному? Спасский пишется по-русски, потому что Спасский поет на русском языке. А по-модному это когда ЭСП и вместо А перевернутый ВИ, да? Да, понимаю, понимаю, классная тема. Когда она офф, фамилия заканчивается, раньше было модно 2F. Да, синий брюхов. Ушли эти времена. Да, тренды уходят. А кроме того, что я музыкант в эгоцентричном инди-поп-проекте, я еще пишу сессионные инструменты, аранжировочки делаю. Так что, ребята, если вдруг кому-то надо написать песню для TikTok, пожалуйста, обращаемся, пишем Спасский, мы не стесняемся. А еще я бывший телерадио-ведущий. Да. Слушай, я надеюсь, что твои профессиональные знания помогут тебе в сегодняшней игре. Но прежде чем я назову тему сегодняшней игры, я хочу задать провокационный вопрос. Настась, все уже увидели тему сегодняшней игры в названии выпуска. Окей, чего вы боитесь? Я боюсь глубины. Боюсь погружаться с головой, знаете ли. Глубины? Голубоглаз? Ну, нет, это тогда в обраточку. Моей глубины глаз должны бояться. Я боюсь воды. Отчаянно боюсь воды. Огня не боюсь, воды боюсь. А с газом? Какой-то определенный бренд тебе помогает. Я боюсь, я даже не знаю, от чего боюсь. Ничего. Чтобы лето не кончалось. Вот боюсь, когда лето кончается. Вот когда зима начинается, вот я боюсь. Да все, мы уже поняли, тема фобии. Подожди, у нас еще есть Стас. Что вы, что вы, что вы? Я очень переживаю, не то чтобы я прям боюсь высоты, но когда я оказываюсь где-то высоко, типа колонна до Исаакиевского собора, выхожу туда, я боюсь, что я уроню телефон. Я не сам боюсь упасть, но я все время боюсь, что я уроню телефон. За ближнего своего. Мой ближний в лице моей жены все время меня троллит за то, что я боюсь выронить телефон. Она берет свой и вот за ограду его. Смотри, Стас, как я могу. Смотри. А вот ты так не можешь. Так нужно приматывать к руке. О, ну. Идеально. Все, ладно. Ну или веревочка на шею. Как варежки, да? Резиночка, чтобы еще можно было кидать и возвращать. Ваши фобии очень безобидные. С ними можно жить. В отличие от некоторых фобий. Как это можно жить? Зима очень долгая. Открыт океан. Это фильм из Гой, что ли? Здравствуйте. С тигром особенно на одной лодке. Гораздо более странные фобии есть у героев нашей сегодняшней игры. Звездные фобии или страхи известных людей. О, как. Интересненько. Первый вопрос. Кто из российских правителей боялся тараканов? Николай II, Иван Грозный, Петр I или Екатерина II? Право первого голоса у команды эрудитов? Катя не боялась точно лошадей. Мне кажется, что Екатерина Великой не боялась ничего. Ну, в целом, да. Петр I тоже вряд ли. Иван Грозный. У него были другие психологические проблемы. А вот Николай II больше всего подходит под описание человека, который может бояться тараканов. А мне кажется, Грозный. Ну, из-за того, что он Грозный, это как компенсация, знаешь. Это как слоны, которые боятся мышей, да? Да, да, гиперкомпенсация. Я убью всех людей, но тараканов ко мне не подпускайте, пожалуйста. Ни за что. Интересно. Нет, слушай, я за Николашу топлю. За Николашу? Какие фривольности в отношении таких великих людей? В смысле? Это допустимая норма произношения этого имени. Это кто допустил? Я ласкова. Я допускаю. Давайте запустим отсчет времени. Почему Николай? Ну, вот один факт. Взрыва жизни. Он достаточно нежный. Николай II, экея нежный, да, получается? Скромный. Ну, вот если бы тут был Николай I, то тогда бы я точно отмела бы этот вариант. Николай I ничего не боялся. При нем самая жесткая цензура была. А вот Николай II, переписки, вот эти письма, романтика, женщины, боюсь тараканов. Мне кажется, это вот где-то на одной полочке вполне себе умещается. Он писал в письмах, да, об этом кому-то? Засушенного таракана ему кто-то присылал. А так описал, женщина, я боюсь тараканов. Я вас люблю, но тараканов я боюсь. Не шевелите своими усиками. Давай, Николай. Ваш ответ. Я уговорила тебя? Да, ты меня уговорила. Твои голубые глаза. Все, я затаскиваю нас в этот подвал неправильных ответов. Ваш ответ? Николай II. Ответ принят. И ход переходит к Стасу, который готовился и, возможно, знает чуть больше. Возможно, возможно. Ты знаешь, я выберу вариант Пепе. Петр Первый. Петр Первый вообще был довольно интересный человек. Я помню, я читал книжку «Смерть замечательных людей». Есть такая книга, в которой большая часть была посвящена Петру Первому и как он лечил разнообразные заболевания, в частности, венерические, штифтами прямо металлическими в причинное место. Несмотря на такую бесстрашность, человек обладал фобией открытых больших пространств, поэтому жил в таком маленьком домике. В общем, кто был в Петербурге, нас же слушает. Вся страна. И не только. И не только страна. Ну, вообще вся. Тараканов тоже боялся. Наверняка, Петр Первый. Это окончательный ответ. Это окончательный. Пепе. Счет 1-0. И балл отправляется нашему эксперту, который готовился. И, не знаю уж, вчера ты это узнал или давным-давно, но тем не менее. А это пускай будет моим маленьким секретом. Хорошо. А я расскажу, что в найденных исторических документах указывается, что Первый император российский слыл очень храбрым человеком. Однако боялся насекомых и особенно тараканов. Петр очень много ездил по стране и в Европу, и ночевать приходилось зачастую совершенно не в царских покоях, а в простых избах, где по понятным причинам часто присутствовали тараканы. Поэтому даже был издан указ, который предписывал убирать помещение от разного гнуса, потому как государь боится разных тварей. А мы едем дальше и переходим к второму вопросу. Этот режиссер обладал редкой фобией. Он боялся яиц. Кто же это был? Вуди Аллен, Альфред Хичкок, Квентин Тарантино или Джим Джармуш? Ну, это твой вопрос, Даша. Слушай, у каждого из этих режиссеров есть фильмы, которые я очень люблю. Первое, что мне пришло в голову, это выбор между Вуди и Хичкоком. Почему-то Квентина и Джармуша я отмела сразу же. Не знаю, почему. Возможно, зря. Возможно, это так же, как с Петром. Потому что о фобиях их я не помню. Но вот эти вот яйца, это как-то очень комично. Это больше к Вуди Аллену как будто бы. Хотя Альфред Хичкок... А мне кажется, больше Хичкок. Да, он тоже троллил всё на свете. Поэтому вот я и говорю, да, нам предстоит какой-то сложный выбор. Ну, судя по визуалу, то как будто бы вот Хичкок, он похож на нелюбителя яиц. Он же король ужасов. Поэтому логично было бы, если бы он боялся какой-то фигни. Поэтому давай Хичкока выберем. Всякой разной фигни, я думаю, он боялся. Ну, конечно, да. В том числе и... Ох уж эти ужасные яйца. Судьбы. Это яйца. Давай, да, давай Хичкок. И студеную зиму, и зелёную весну, и с тобою, и со мной. Хичкок и яйца. Ну, ладно. Вы знаете, если вы ответили правильно, то вам аж можно два балла дать за вот этот музыкальный ответ. Хичкок. Да. Ответ принят. Стас. Стас, это я. Что хочу сказать? Я не знаю правильного ответа на этот вопрос. Но я смотрю на то, как сформулирован. Этот режиссёр обладал прошедшее время. Кто это был? Вудиалин живой. Квентин Тарантино вообще говорит, что ещё фильм выпустит. Джим Джармуш, надеюсь, живой. Да, с ним всё хорошо. Вот. Альфред Хичкок боялся птиц. Яйца в птицах, как известно. Давайте. И умер, ко всему прочему. Хичкока выбираю я. Отлично, ответ принят. И счёт снова меняется. Счёт становится 2-1. Пока всё ещё в пользу Стаса. Но действительно, Альфред Хичкок за всю свою жизнь, по некоторой информации, не съел ни одного яйца. Предметы овальной формы, напоминающие ненавистные яйца, тоже доводили режиссёра до паники. Эта фобия встречается у одного из ста жителей нашей планеты и называется авофобией. Авафобия? Ава-авофобия. То есть пасхальный кролик к нему никогда не прибегал, да? Или наоборот, слишком часто. Это был его страшный сон. А мы переходим к третьему вопросу. Кто из этих поэтов никогда не брался за дверные ручки голыми руками, так как очень боялся микробов? Александр Пушкин, Сергей Есенин, Александр Блок и Владимир Маяковский. А чем он брался? Голыми ногами. А, кстати, а кто-нибудь из вас умеет ногами писать? Что? Что-то конкретное? Ну, в целом, можно написать что-то ногой. Если стоит задача, чтобы кто-то это прочитал ещё после этого, то нет. Ну, имя своё хотя бы. Нет. Ну, в детстве я баловался. Правой ногой у меня получалось писать Дашу. Погоди, нужно взять какой-то... Ну, кладёшь на пол. Листач ты. Ногу. Ногу. И у тебя получается Дашу написать? Ну, в детстве, я помню, да, пробовал. Сейчас не знаю. Возможно, не получится. Внесите в студию лист бумаги и карандаш. А, это же не моя игра, не мои правила, извините. Блок карандашей несите. Так, ну, кто у нас тут самый нежный? Ну, смотри, судя по тому, что сказала блок карандашей, значит, сразу блок. Всё, решено. Ну, я же не просто слово произнесла, ты думаешь, что такая простенькая? Да нет, конечно, нет, конечно. Ну, Пушкин не боялся микробов, он боялся только пули. Сергей Есенин в вечном состоянии и нестоянии вряд ли вообще переживал о чём-либо микробном. Вы меня простите, адепта Есенина, я люблю этого поэта. В моей семье он очень почитается, я не к тому вообще, я просто рассуждаю на тему. Ну, вот что-то мне подсказывает блок, он такой, как будто бы педант, интеллигентный, с этой прической своей. Начапуренный. Ну, либо Маяковский тоже, да? Как будто бы он ненавидел всех микробов вообще в мире. Как будто бы что-то в этом есть. Что-то мне подсказывает, мой внутренний голос говорит мне, что это Маяковский. Ненавидел деньги и микробов, и капитализм. В целом. Ну, да, микробы на деньгах. Давай Маяковского. Ну, давай. Странный такой. Всё, мы выбрали. Ответ принят, и ход переходит к нашему эксперту. Я на правах эксперта тоже выберу Владимира Маяковского, но я тут знаю просто правильный ответ. Ты же расскажешь историю, почему он боялся микробов? А давай мы сначала послушаем твою историю, возможно, она отличается от моей. А, ну это же Маяковский, он мог понапридумывать всякого. Да, насколько я помню, Владимир Маяковский действительно боялся микробов и дезинфицировал всё вокруг, протирал ручки, всё время с собой носил йод, в общем, короче, был такой прям педант в этом отношении, а всё потому, что у него папа от укола булавки умер в итоге от заражения крови. И поэтому Владимир Маяковский боялся микробов всю свою жизнь. Значит, он не пристёгивал булавку себе к одежде, чтобы его не сглазили? Нет, не пристёгивал. Ну, наш эксперт рассказал историю про Маяковского даже лучше, чем её бы рассказала я. Да, действительно, всё верно. Есть такая информация, что в связи с печальной участью своего отца Маяковский очень боялся заразиться чем-то, боялся микробов, поэтому носил с собой и платочек для дверной ручки, и стакан, и мыльницу. И, в общем-то, очень следил за тем, чтобы ничем не заразиться. Очень напоминает меня. Всех нас после 2020 года, в принципе. Снова счёт меняется. Насколько я помню, 3-2. Вы меня поправьте, если я забуду чей-то балл. А можно сразу поправить? Ты обещала балл за музыкальную паузу. Ты хочешь дать фору... Дать фору! Я за справедливость. Ну что ж, давайте счёт будет 3-3. Игра начинается заново. У вас сегодня прекрасный соперник, который даже не хочет соперничать, видимо. Я за командную работу. Ребята, мы вместе. Вы, может, втроём объединитесь, будете одной командой против меня. Тем более я что-то знаю, ребята. Нет, если бы сегодня от Настасии была тема геометрии, химии и физика, то нам бы точно пришлось бы всем объединиться. О, да. Такая тема уже была. Если вы пропустили, обязательно слушайте наш выпуск «Математика. Задачки для взрослых». Там очень интересно. А следующая тема будет тригонометрии. Следующий вопрос и следующая фобия. Есть предположение, что Стив Джобс страдал необычной фобией. В чём именно она заключалась? У него была боязнь пуговиц, боязнь шерсти животных, страх кошек или боязнь электромагнитного излучения. Ну, судя по его одежде, у него была явно боязнь пуговиц. Ты знаешь? А джинсы? А что там джинсы? В джинсах есть пуговицы. Там у него была, по-моему, эта заклёпочка такая, да, и всё, они пуговицы. Чего себе, какие подробности. Вот, и у него была одна и та же одежда постоянно, это вот этот, как называют в Петербурге, бадлон, на самом деле водолазка. И вот джинсы на заклёпке. Так, извините, что значит «на самом деле водолазка»? Что это тут началось? Я как коренной петербуржец протестую. Бадлон. Я как коренной водолаз тоже протестую. Так нет, это же действительно просто исключение такое, интересное исключение. В Петербурге только называют бадлон, а так вообще водолазка, это же благодаря Жаке в кусто появилось. Да. А будет про него вопрос? Возможно. Возможно. Он боялся воды! Вау! Бадлона! Виталий, давай я тебе доверюсь. Я вообще не знаю. Я правда не знаю, но вот мне кажется, что именно боясь пуговиц, потому что, ну, кошек вряд ли он боялся. Ты видел вообще Стива Джобса? Какие там кошки? Камон. Кажется, неспроста есть два варианта, которые не взаимоисключающие, а наоборот взаимодополняющие. То есть боязнь шерсти животных и страх кошек. Неспроста их два. Давай думать как составитель вопроса. Давай. Я Настасья, я такая сегодня проснулась. Марио Пуаро заходит в чат. Так, я выпью кофе. А где мой любимый плейлист с Егором Кридом? Так, и теперь вопросы для программы. Нет, она как босс гладит собаку и думает, как я ненавижу кошек. Так, должен быть такой вопрос. Мне иногда кажется, что вы про меня знаете больше, чем я сама, ну, ладно. Так, значит, это какие-то неправильные ответы. Ну, просто если это электромагнитное излучение, это очень смешно. Это очень странно. А боязнь пуговиц вас не смущает? Это не странно? Нет. Просто вот я про вашу логику спрашиваю. Вообще ни разу. А как же вот история про то, что перебороть свои страхи? Короче, я выбираю между пуговицами и шерстью животных. Но я еще напомню, что так как это моя игра и мои правила, и я еще могу иногда путать. Я за пуговицы. Ну, ты взяла, но он всегда такой минималист был. Три, два, один. Боязнь пуговиц. Возможно, ваш ответ правильный, возможно, и нет. А теперь мы узнаем версию нашего эксперта. Да, эксперт, это я. Вот как раз тот вопрос, на который я не знаю, как ответить совершенно. Думаю, что это не страх кошек, потому что в списке людей, которые боялись кошек, Стив Джобс не значился. Это, конечно, ничего абсолютно не значит. Что мы за люди такие, чтобы интернету, в конце концов, доверять? Боязнь электромагнитного излучения мне тоже кажется нелогичной в его случае. Боязнь шерсти животных – прикольный вариант. Но я вспомнил, что Стив Джобс ходил долгое время совсем босиком, а значит, все, что можно встретить на полу или на улице, он не очень боялся. Но вот боязнь пуговиц мне прям сразу понравилась. Так что я поддержу ребят ирудитов и тоже отвечу боязнь пуговиц. Вы играете сегодня практически заодно. У меня, кстати, песня такая есть. Спой. Про пуговицы? Как выиграть в этой игре? Просто спой. А если Егора Крида? Два балла. В данном случае нет. Вот знаешь, с Егором Кридом я не знакома. И вот, ну, кто там знает, какой он человек? Нет, подожди, все должны знать, какой именно Егор Крид нравится Настасии. Егор Крид прошлогоднего образца, поза прошлогоднего. Он же меняет стайл. Детский Егор Крид, да? Или вот этот нежный Егор Крид? Какой Егор Крид ты сегодня? Да, да, да. Про бегуди, который поет. Вы все-таки играете сегодня заодно и получаете по одному баллу. Команда эрудитов и эксперт, команда в одном лице. Действительно, боязнь пуговиц – очень странная фобия с длинным названием, которое мало кому известно. Я сейчас постараюсь это выговорить. Кумпанофобия. Именно так называется боязнь пуговиц. Сексуально звучит. Повтори это, повтори, скажи еще раз. Кумпанофобия. О, да. И в это время застегивает длинную молнию. Да, в общем-то, люди, которые страдают этой фобией, они испытывают очень тяжелые чувства от вида пуговиц, от структуры пуговиц, от того, когда они должны носить одежду с пуговицами. И, в общем-то, по некоторым версиям Стив Джобс как раз боялся этих маленьких штучек с дырочками. Ну, то есть сериал «Папины дочки» – это точно не маст-си для него был. Какая тоненькая шуточка. Это тест на возраст. И пуговки копеечку. А она, интересно, сейчас тоже будет пуговкой в новом сезоне? Пуговище. Счет у нас равный. От этого еще интереснее. И вы, наверное, не случайно вспомнили Егора Крида, но не могла я его обойти стороной в этой игре. Ну, естественно. Собственно, как и в любой другой. Для тех, кто посчитает, во скольких наших выпусках есть упоминания Егора Крида, будет отдельный приз. Кто из этих исполнителей боится лягушек и жаб? Филипп Киркоров, Егор Крид, Тимур Юнусов или наш постоянный герой Дава? Тим, Дава, Тим. Я уверена, что Егор Крид не боится, жаб. Это ты по его девушкам смотришь? Спасибо, что ты сказала. Ну, Тимур Юнусов тоже, потому что он в зеркало смотрится. Оу, е. Это прям пить тюню давай. Мне кажется, это Фил. Тут тогда два варианта. Если уж мы говорим про Киркорова, то это либо он, либо Дава. Почему? В смысле, почему? Ну, Дава ходит по замку Киркорова. Откуда ты это знала? А я, видимо, не в курсе каких-то подробностей личной жизни. Так, если что, Виталий фантазирует. Я пишу фанфики про Даву и Филиппа Киркорова. Ну, я прям представляю, как он, Филипп Киркоров, на какой-нибудь очередной пресс-конференции говорит, фу, какая жаль. Ну что, Филя? Как мы сегодня фривольно вообще. Николаша, Филя. Филя, да. Пока вы думаете над своим ответом, я предлагаю нашему гостю... Спеть Егора Крида? Нет, не надо. Киркорова. Станцевать Тимура Юнусова. В первую очередь дать свой ответ. Я вообще не знаю, как ответить на этот вопрос. Вообще, кто это? Нет, я знаю, кто эти люди. Дава — обладатель красивых зубов. Тимур Юнусов... И пресса. Пресса, да? Он его себе сделал искусственно. Вау, вот это я пропустил. Вот если я этого про Даву не знаю, то что я вообще могу знать про лягушек и жаб? Филипп Киркоров — соблазнительный вариант. Вообще, в целом, по жизни. Дава знает. Тимур Юнусов вряд ли стал бы кому-то признаваться в том, что он чего-то боится. В конце концов, если бы он боялся, он бы написал об этом рэп. Я отвечу просто, потому что мы долго напирали на Егора Крида. В этот раз я тоже отвечу — Егор Крид. Просто потому что мне кажется, что он боится лягушек и жаб. Поэтому уехал в пустыню. Ну, логично. Да не может пензенский пацан бояться лягушек и жаб. Смотри, ни одной песни у него про лягушек. Ни одной. А, подожди. «Моя невеста, ты моя невеста». Ну, в целом, да. Это про царевну лягушку. Улетай, жаба, надувай жабу. Я недавно увидел, помимо того, что Киркоров сделал себе операцию, я увидел фильм с его участием, где он был жарптицей. И это было для меня шоком неким, что он родил яйцо. И такой человек, я думаю, может бояться жаб. Здравствуй. Здравствуй. Я твоя мышь. Такого нет варианта. Я твоя жабка. Всем ква. Смотри, либо мы продавливаем нашу постоянную... Продавливаем именно этот же символ нашей программы. Постоянную звезду. Слушай. Вы знаете, как мы докатились до того, что постоянный герой наших игр — это Дава? Ну, наверное, потому что наше шоу развлекательное. Да и Дава в каждой бочке затычка, в конце концов. Я, собственно, про Даву только и знаю, что он был с Бузовой и сделал себе пресс искусственный. Больше про него мне ничего не известно. Это почти песня у тебя получилась. Он был с Бузовой и сделал себе пресс искусственный. И его как раз Тимати этот рэп зачитал. Но Крит больше ему не подпевает. Ну, давай, давай. Давай вариант. Дава или Киркоров. Они в паре боятся жаб. Дау. Ну, давай Даву. Мне кажется, Настасия троллит это все. Да давай Даву. Давай. Ну, что? Тим Дава, что уж мы. Продавлю. Отлично. Это ваш окончательный ответ. Итак, у нас есть Егор Крит и Дава. Вот это дуэт. Это файл вообще. Ждем новый фит. Но все-таки лягушек и жаб боится король поп-сцены Филипп Киркоров. Да блин. А я же говорю. Эта фобия на самом деле стала достоянием общественности совершенно случайно на съемке одного из телешоу, когда ему вынесли аквариум с жабами. И, по словам очевидцев, он отпрыгнул, закричал и отказался сниматься в различных активностях с этими земноводными. Он сказал, мама, это ты? О подробностях история умалчивает. Липидоптерофобия – это боязнь бабочек. Об этом страхе, который мучает ее с самого детства, открыто рассказывает одна голливудская актриса. Кто же это? Анжелина Джоли, Натали Портман, Николь Кидман или Скарлетт Йоханссон. Все красотки. Я выбирала. Ну, точно не Анжелина. Она вообще ничего не боится. Мне кажется, она и антисанитарии не боится, вообще ничего не боится. В целом, да. Человек, у которого такое количество детей, не может чего-то бояться. Интересный факт. И даже с учетом, что ее главная роль в жизни – это Джия, и она всегда говорила о том, насколько она схожа с персонажем, которого она отыгрывала. Ну, не может такая девчонка бояться бабочек, но это невозможно. Ну, Скарлетт Йоханссон? Она тоже Next Door такая. Ну, да. А Натали Портман могла бы сыграть женщину, которой боится бабочек. А вот Николь Кидман больше всего подходит под это описание. Она самая такая тонкая из всех этих дам. Такая Есенин. Да. Не, ну, правда, я тебя поняла. У нас есть особая связь с Виталием. Я понимаю, о чем она. Ну, смотри, у нас первый вариант был Николаша. Мне кажется, и последний должен быть Николаша, а только Кидман. Я прям представляю, как она видит бабочку и падает в обморок на съемках. О, боже, это бабочка. Да, Мулен Руш. Я больна. Это ночная бабочка. Ну, кто же виноват? Давай ее. Давай ее. Ваш ответ принят. А здесь будет минутка откровений. Я хочу поделиться. Я тоже очень боюсь бабочек. Безумно. Ух ты. А ты всех боишься бабочек или определенных? Всех. Всех? Да, и есть такая активность свидания в парке бабочек. Раньше очень любили предлагать, вот, типа, сводите свою девушку на свидание в парк бабочек. Я такого не знал. Я всегда боялась. Мне даже сон однажды приснился, что молодой человек приглашает меня в этот парк, и я думаю, идти не идти, потому что вроде и страшно, и парень классный. Но, слава богу, этот сон не воплотился. А тем временем ход переходит, Стас, к тебе. Большое спасибо за ход. Я просто задумался, а вот липидоптерофобия – это только бабочки или гусениц тоже мы боимся? Это все, что вот такое вот с крылышками. То есть, понятно, гусеница еще не стала бабочкой. Что касается ответа на этот вопрос, я тоже отвечу Николь Кидман. Все дело в том, что я помню, что у Николь Кидман большой список разнообразных фобий, которые мне показался странным. Поэтому я ее просто впихну в свой ответ. Николь Кидман. Сложно с вами поспорить. Отличное у вас... Пихнул бабочку обратно в куколку. Николь Кидман рассказывала в своем интервью, что она с детства боится бабочек. Если кто-то помнит, она родом из Австралии. А там с насекомыми все, ну не знаю, очень хорошо или очень плохо. Но их там много. И она даже рассказывала, что когда она возвращалась из школы домой, на заборе могла сидеть огромная бабочка. Огромный кенгурот, а в сумке много бабочек. Он такой... Псс, Николь. Иди сюда, я тебе покажу кое-что. В общем, ей приходилось перелезать через забор и пробираться к дому различными задворками, только бы не соприкасаться с этими бабочками. Представляешь, она идет такая по Австралии, там куча змей и куча бабочек. Она такая, да змей, ладно, хрен с ним. Видимо, она поэтому решила переехать куда-то в другое место более безопасное. Тоже хорошая причина. Счет у нас становится 5-5, если я не ошибаюсь. Ты не ошибаешься? Кидман, бабочка, опять. И в завершении этой игры я не придумала вам сегодня наказание, да и считаю, что никто из вас его не заслуживает. Но, тем не менее, я уже спрашивала, кто чего боится. Мне страшно. Впервые. Заносит тазик с водой для тебя, снег, холодильник и телефон выбрасывает с таза. Телефон выбрасывает меня. Прикольно. Вместо наказания, Стас, у меня есть к тебе один личный вопрос, касаемый твоих фобий. Ты музыкант, ты часто выступаешь. Возможно, на сцене что-то такое, что связано с твоими страхами. Когда ты вот испугался, тебе было очень стыдно, но ты либо сдержался, либо не сдержался. Вот есть ли стыдная история, связанная со страхами? Стыдная история, связанная со страхами, еще и со страхом сцены. Не обязательно, но, может быть, другая фобия, мне просто пришло это на ум. Хороший ум, что на него это пришло. Наверное, стоило бы ответить, что я переживаю по поводу забытых слов на концерте. Почему это перестало быть какой-то боязнью? Что я не просыпаюсь ночью от страшного сна, что я стою на сцене, передо мной зал. Ну, олимпийский, естественно. Ну, конечно, конечно. Все голые. Все уже готовы отдавать себя. Предметы гардероба. Мне, естественно, и предметы гардероба. Поэтому все голые, потому что все предметы гардероба сняли. И я вдруг забываю слова. Так вот, это достаточно часто происходит, так что я уже вообще совершенно по этому поводу не переживаю. Слава богу, зал подпевает. Мне напоминает мне, как начинаются вторые куплеты, где я сбился. И, в общем, даже если я поменял куплет местами, они идут вместе со мной в этот омут, очертя свои головушки. Что касается других каких-то фобий, честно говоря, сложно что-то такое представить. Я помню, что, например, родителей своих в детстве я очень пугал тем, что мне очень нравятся рептилии. Они очень не любят всяких ящерок, змей и так далее и тому подобное. А я заставлял их ходить в зоопарк, чтобы посмотреть на этих всех вот этих чешуйчатых вот таких интересных классных. Так что, скорее, это была не моя фобия, а то, что я испытывал терпение родителей. Ну, тебя можно назвать бесстрашным человеком после таких историй. Выступать не боишься слова, забывать не боишься рептилий, не боишься все. Бесстрашный страх. Только вот телефон боюсь выронить. Колоннадой Исаакиевского собора, да. Ну и, Стас, у тебя есть почетная миссия. Так. Это уже регулярная традиция наших гостей. Выбирать, кто в следующий раз будет водить. Я выбираю, чтобы в следующий раз водил и Виталий. Удивлен, удивлен, конечно. Водил и Виталий. Я думал, водил Дарья. Я тоже так думала. Я так тоже думала. Ну и в завершении игры хочется напомнить нашим слушателям, что у нас есть телеграм-канал, где есть лайв-контент с нашими кружочками, опросами к нашим выпускам. Не забывайте подписываться. Канал называется «Ты водишь». Также у нас есть группа ВКонтакте. Там регулярно тоже появляются наши выпуски каждый вторник. Отвечайте на вопросы вместе с нами. Плейлисты есть. Да, контент разный и ВКонтакте, и в Телеграм. Поэтому, конечно, в подборке от Анастасии, поэтому все те, кто любит его так же, как наша Анастасия, обязательно подключайтесь к нам, короче говоря. Ну и спасибо вам за эту игру. Было очень классно. Я надеюсь, что еще услышимся. Спасибо. Пока. 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 Подкасты Инспирит Студия.